Всем привет, вы на канале GameDop. Сегодня в игре R2M вышло обновление. Сейчас посмотрим, что в этом обновлении нам добавилось. Смотрю на сайт, здесь всё по-крески написано, через Google переводчик перевёл. В принципе, всё понятно. Как я ставил обновление? Получается, я утром просыпаюсь, захожу в игру, оно мне пишет, что игру нужно обновить. Я захожу через TapTap, хотел сказать TikTok, и через TapTap обновляю игру до версии 1.0.2. Всё хорошо обновилось, я зашёл в игру, играю, 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 и через пару часов меня с игры выкидывают. Я захожу в игру, написано опять, нужно обновиться. Захожу в TapTap, версия 1.0.2. Игра не обновляется. Как бы написано, ваша игра не требует обновления. Захожу на APK Pure, и там тоже написано, что игра не требует обновления. Но в игру с датей поиграть не могу, потому что написано, что у вас не обновлённая версия. Поначалу я подумал, что серваки упали. Но я зашёл на стрим к корейцам, и корейцы всё как бы гуляют. Всё у них работает. И тогда я решил ещё испытать удачу, зашёл на QUp. На QUp окажется, версия уже 1.3. Или 1.03. Короче, не важно. Но теперь я знаю, что игру лучше обновлять через QUp. Итак, что же в этом обновлении нам добавили? Как бы самое-самое главное, и в принципе-то основное, что здесь добавили, то, что интересует меня и, думаю, игроков больше всего, это то, что я говорил, что рано или поздно по-любому введут. В игру добавили аукцион. Когда мы нажимаем на меню, вот здесь раньше была иконка другая. При нажатии на эту иконку мы заходили на нашего героя. Мы смотрели шмотки и его характеристики. Но теперь на этом месте это иконка аукциона. Как видим, на аукционе уже кучу-кучу вещей продают. Всё это за алмазы. Но, чтобы полноценно аукционом пользоваться, вот здесь написано, нужно 50-й левел докачать. Я ещё всего лишь 46-й уровень. Нужно как-то побыстрее 4 левела докачать, иначе... Иначе не смогу я зарабатывать алмазы. На продажу сразу можно ставить 30 вещей, что, в принципе, немало. Это хорошо. Если посмотреть мой склад, то здесь лежат и различные вещи. Я их не выкидывал, я их складировал, потому что я знал, что аукцион рано или поздно появится. И я эти вещи все буду продавать. Также мне выпала книжка. Вот книжка, синяя книжка. Но это книжка на мага. Я посмотрел, такая книжка стоит примерно около 1000-1400 алмазов. Это очень неплохие бабки. То, что я не понял, написано. Доступны обменные покупки от 5 уровня. Что такое обменные покупки, или оно как-то неправильно перевелось, я не знаю. Следующий пункт обновления. В подземельях, вот в этих подземельях, подняли получаемый опыт. Мы будем больше опыта получать. И подняли шансы дропа каких-то определенных вещей. Вот именно сегодня я и выбил эту синюю книжку на мага. Или мне просто повезло, или это из-за того, что подняли шансы дропа вещей. Я эту книжку выбил. Качаться лучше вот в этих подземельях. Часик в одном подземелье покачались, часик в другом подземелье покачались. За эти 2 часа мы получаем гораздо-гораздо больше опыта, чем, допустим, мы будем качаться в этих подземельях. Или просто будем бить мобов на обычных локациях. Там опыта гораздо-гораздо меньше дают. Вот эти 2 самые-самые сочные подземелья, тем более здесь еще больше. После обновления мы будем получать опыта. Так что это хорошо. Теперь можно быстрее прокачаться. Также в игре есть редкие мобы. Элитные и эменные. Я их находил, они таким типа зеленым текстом подписываются. Так вот, спасибо обновлению. Подняли шанс выпадения вещей из этих мобов. Я видел по корейским стримам, как бегают и ищут, ведут охоту на этих мобов. У них есть база, где и на какой локации появляется моб. Мне лично в той базе сложно разобраться, потому что там все по-корейски. Они там по базе смотрят на какой локации, какой моб появляется и что с этого моба падает. Это самое главное. Там шмотки, книжки с этих мобов фармятся. Получается как? Вот территорию они знают, но не знают, где он появляется, потому что не написано. Они просто бегают по локации и прожимают радар. Прожимают, прожимают, прожимают. И вот здесь появляются зеленые надписи. Это и есть элитные мобы. Следующий пункт обновления. Добавили новые платные продукты. Я за донаты шопом не слежу. Так что здесь добавили, я даже вам не скажу. Потому что меня донаты шоп не интересуют. Я только здесь покупаю за обычную голду карту на скин. Один раз в день. Так, зеленую карту дали повторную. И покупаю питомца. Это делается один раз в день. Дали серого питомца. Ничего интересного. Также я здесь покупаю заточки на броню. Пять штук в день. Заточки на оружие. Пять штук в день. А вот заточки на биржу. Я покупаю не каждый день. Потому что дорого. Но сейчас куплю. Все. Это все, что я покупаю в этом шопе. Все остальное покупается за донат. А цены здесь немаленькие. Вот допустим 33 тысячи вон. Тысяча вон это примерно плюс-минус 1 доллар. Так вот, когда мы смотрим на цену. Просто отнимаем нули. И вот такая сумма получается в долларах. Также, что я еще заметил. Улучшили коллекцию вещей. Теперь получается, когда мы выбиваем какую-то вещь. Мы, допустим, нажимаем и смотрим. Вот коллекция. И смотрите. Вот тут такие циферки появились. Там 2, 0, 0, 0. Получается, в этой кладке таких вот меча нужно 2 штуки добавить. У меня уже это добавлено просто. В этой вкладке 0. В этой вкладке 0. Теперь мы точно знаем, сколько нужно таких мечей. Их нужно 2. Всего лишь. Вот 2 меча мы выбили, выбили. Добавили в коллекцию. Они нам больше не нужны. Теперь мы их можем просто продавать. Вот, допустим, перчатки нажимаю. Нам их нужно 3. Вот плюс 0 в коллекции есть. Плюс 4 нужно точнуть, добавить. И плюс 0 в коллекции есть. Заточки на броню у меня имеются. Спокойно точу перчатку на плюс 4. Так, 3, 4. И теперь спокойно я добавляю ее в коллекцию. Так, это какой-то бонус за заточку. Во. Добавляю в коллекцию. Все, мне такая перчатка больше не нужна. Если выбью, буду просто продавать за алмазы. Но нужно докачаться до 50 уровня. А кач уже пошел не очень быстрый. Честно говоря. Затем идет длинный список каких-то ошибок, которые исправили. Я их перечитывать не буду. Во-первых, это не столь важно. А во-вторых, с этим переводом не все точно понятно. Читаем дальше. Проделана работа по оптимизации клиента. Это великолепно. Улучшена проблема зависания или выхода из эмулятора. Да, у меня такое было. На мобилке игра не зависает никогда. Игра не выкидывает. Но на компьютере, на эмуляторе, у меня игра зависала. У меня игра вылетала. После сегодняшнего обновления, у меня пока не было ни одного зависания и ни одного вылета. Доработана часть, в которой движение персонажа не было естественным в определенных ситуациях. Я так понимаю, это когда глючила геодата, такое бывало, там типа какое-то маленькое дерево, персонаж в это дерево втыкается, типа его прошел, блинкуется обратно. Прошел, блинкуется обратно. Короче, в текстурах застреет. Наверное, это тоже пофиксили. При автоматической охоте улучшен феномен наведения на монстра за объектом. Ну, вот так вот переводчик перевел. Что поделаешь. Следующий и последний момент. Награды за достижение уровня. С 5 по 40 вроде бы ничего не поменялось. Но с 45, не, даже с 50 по 60 поменялось. Вот сейчас где сундуки, там были синие вещи. Там синий шлем, синяя броня, синие ботинки, синие там перчатки. И вот когда мы докачивались до 60 левела, мы поднимали полный комплект синих шмоток. А теперь такие сундуки даются. И я не совсем понимаю, что в этих сундуках. Если это перевести, то написано сундук с улучшенным шлемом. Но в таких синих сундуках, когда я их получал, я их открывал, там были только фрагменты на рецепт. Если в этом сундуке рецепт, то это полная лажа. Если в этом сундуке шмотка, то это хорошо. Тогда я не понимаю, зачем это было делать. Раньше просто давали вещь. А теперь дают вещь, но она в сундуке. Вот на этом, ребята, и всё. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. Пока. Папах! Субтитры сделал DimaTorzok